приветствую всех кто сегодня с нами кто присоединился к нам попозже кто еще присоединиться или будет смотреть нас в записи сегодня мы с вами один из наших завершающих вебинаров этого года 15 июня будет еще один такой завершающий последний а сегодня у нас в день защиты детей будем защищаться от ссылок и библиографических описаний на электронные ресурсы вот так как сейчас такая горячая пора оформление письменных работ идет защиты идут последнее внесение права как всегда уже заскакивая в последнюю дверь закрывающуюся дверь последнего вагона многие еще продолжают работать над форматированием оформлением своих работ то напоминание это будет я думаю наверное не лишним ну и плюс за летнее время можно подготовить методические рекомендации можно внести дополнение изменения и новые какие-то поясняющие моменты образцы алгоритмы шпаргалки для студентов ну вот для этого тоже наверное надеюсь наш сегодняшний материал может тоже пригодится и сегодня мы вспомним основные моменты которые касаются электронных ресурсов составление ссылок и библиографических описаний на них но так как тема очень обширная электронных ресурсов огромное количество и виды их бесконечные появляются все новые и новые то мы остановимся на трех основных видах которые чаще всего мы и используем в качестве источников информации использованной литературы на которые мы ссылаемся в наших публикациях наших статьях и студенческих работах под понятием студенческой работы я сейчас просто вообще чтобы не перечислять все от курсовых от докладов рефератов курсовых до дипломных вкр магистрских и аспирантских вот три основных таких виды электронных ресурсов которые мы чаще всего применяем это печатные ресурсы имеющие электронную версию это чисто электронные публикации но книги из бс немножко можно и туда и туда отнести и в первый и во второй раздел но я все-таки поставила во второй раздел чтобы не перегрушать первый скажем так наш книга из бс она может существовать как чисто в электронном виде то есть быть опубликованной только на сайте а печатной версии у нее может не быть хотя нам может быть оформлена как печатная книга да но существует только в электронном виде такие тоже бывают публикации а может тоже иметь печатную версию поэтому вот книги из бс это и туда и туда и в первую и во второй раздел они относятся но мы их рассмотрим во втором и третий вид это видео мультимедиа ресурсы да конечно же ресурсов вот в эту третью часть можно было бы поставить гораздо больше но если ссылки на видео на какой-то кусочек видео лекции или выступление авторитетного лица где-то на конференции которые существуют только в виде видеозаписи до видеозапись доклада а сейчас таких достаточно много ресурсов стало появляться или курс электронной где присутствует какая-то цитата или откуда мы берем какое-то заимствование там из текста или из записи видео известного авторитетного автора на которого мы можем сослаться вот это еще может быть как-то допустимо и может быть одобрено научным руководителем ссылки на комментарии на посты в соцсетях ну если только в качестве скажем так базы для проведения исследования в качестве подтверждения наших гипотез или в движении гипотез каких-то теорий подтверждения наших слов но это как сослаться на кто-то там где-то у нас сказал в каком-то разговоре даже если это профессиональная группа это не всегда допустимо для научных публикаций и если только это не является само по себе общение например в социальных сетях посты комментарии там объектом например психологического какого-то исследования или социального исследования но для этого делается все равно отдельный список не использованной литературы на которую мы рассылаемся да приводи какие-то обоснования в тексте а как база для проведения исследования да оформляется она точно также но немножко немножко это совершенно другой список поэтому про него мы сегодня на него внимание уделять не будем хотя примеры такие у нас есть описание постов и комментариев и как это делать это если будет интересно нужно важно вы мне просигнализируйте и мы тогда в наших следующих вебинарах в сентябре и дальше мы эти темы конечно же обязательно будем рассматривать но и были у нас уже такие примеры в наших предыдущих вебинарах поэтому мы сегодня только три вот этих вопросов с вами и затронем и начнем мы с ресурсов которые чаще всего и цитируем это печатные публикации имеющие электронную версию или электронные публикации имеющие печатную версию и так и так можно они как правило практически равнозначны и чаще всего мы цитируем и больше всего кстати ошибок у нас происходит при составлении библиографических описаний и ссылок на статьи и чаще всего самый такой больной камень преткновения не знаю как у вас или у ваших студентов а вот моих это всегда просто жуткий страх вызывает когда статья из сборника материалов конференции докладов симпозиумы семинары и так далее почему-то это вот такой ужасный ужас страшный страх здесь у нас два момента важных которые важно помнить во первых в этом случае мы даем и на такие статьи мы очень часто ссылались здесь два важных момента которые важно помнить во первых это составная часть ресурса в данном случае электронного ресурса и мы должны составлять описание по правилам описание составной части электронного ресурса а потом уже из него мы делаем ссылку и ссылка тоже будет идти как на составную часть электронного ресурса но в старом госте это еще называется аналитическим описанием да и старых гостах назывался аналитическим описанием двух здесь две составные части есть в этом описании первое до двух косых черточек это все что касается самой статьи описание на статью а после двух косых черточек это идентифицирующий ресурс все сведения которые касаются сборника какого-то да и здания где размещена эта статья вот это первое и второе если мы говорим об электронном ресурсе и здесь есть в сведениях об идентифицирующем ресурсе есть дополнение маленькое правильно оформить данные на конференцию этого сборника вот с этим возникают часто проблем да как это правильно записать и не забываем что если мы говорим об электронном ресурсе то у нас еще область примечания обязательно заполняется что в какую область идет здесь подсказочка у нас есть и сама схема описание составной части электронного ресурса из сборника материалов или статей докладов она будет выглядеть вот так в упрощенном виде но для составления графического описания для списка этого достаточно об источнике опубликования что такое идентифицирующий ресурс мы здесь расшифровываем и что вносится в примечание какие сведения мы сюда вот в каком порядке мы сюда заносим ну и давайте не откладывая на долгом небольшое задание с вами сделаем вот у нас есть есть информация о статье и сборника материалов который вышел в печатном варианте выложен на сайте pdf файлом есть его электронная версия и вот мы с сайта университета или этого издания мы смотрим на этого учебного заведения организатор конференции мы смотрим этот сборник он имеет и печатный вариант и электронный выложен на сайте выложен pdf файл попробуйте составить описание на эту статью библиографическое описание для списка источников название статьи и название конференции можно сокращать просто по первому слову здесь пишем просто использование а здесь пишем просто информационные чтобы не тратить время на вот эти длинные научные названия попробуйте для себя просто даже сейчас составить а дальше мы разберем этот пример и нам он еще чуть подальше тоже пригодится буквально три минутки я вам даю на листочек на файлик если кто-то захочет можно выложить в чат что у вас получилось мы потом посмотрим стесняетесь ничего оставьте просто для себя чтобы потом посмотреть вот насколько мы с этой задачей можем справиться подсказку я вам еще раз вот эту открою со схемой описания чуть попозже а сейчас буквально три минутки даю вам на то чтобы попробовать свои силы составить описание библиографической на сборник на статью из этого сборника материала вместо адреса url тоже до нижним подчеркиванием здесь какой-то адрес у нас будет ну и дату обращения ставьте сегодняшнюю три минутки кто будет готов сразу в чат выкладывайте а и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...